Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Я продолжаю творить в Vector в программе Adobe Illustrator. И сейчас я себе сделала такой небольшой проект. Хочу нарисовать жакет в стиле Chanel. Соответственно, что мне понадобится для этого? Сам эскиз мы нарисуем отдельно. Есть большой челлендж 100 эскизов. Можете там посмотреть, там много эскизов. И в его рамках мы все это отрисуем. Но у меня сейчас идет подготовительный этап. Первое, что я нарисовала, это твит. Посмотрите, есть отдельное видео. Это будет заливка тканью. Второе, что я нарисовала, это цепочка. Жакеты часто отделываются цепочками. А сегодня у нас третий момент. Мы будем с вами рисовать тесьму, которая такая по краю с бахромой. Достаточно сложно, достаточно тяжело. Я думала, как бы ее облегчить и как бы ее сделать более приемлемой для иллюстратора, для вектора. И буду использовать вот эту цветовую гамму, чтобы она у меня была в основе. Вот она мне, эта штучка будет помогать, из которой мы, соответственно, делали твит. Если вы не видели, как это делать, исходите в это видео, посмотрите, как я это сотворила, чтобы мы сейчас на этом не теряли времени. Я ее возьму за основу, и она будет моей базовой основой тесьмы. И сейчас мне от нее нужно будет сделать бахрому, а потом сверху на нее наложу цепочку. И будет вот как в магазинах продаются готовые такие с бахромой тесьма. У нас сверху цепочка. Может быть, нашиты жемчужинки, например. Но это вот такой прям стиль Шанель. Соответственно, вот мы его и рисуем. А сейчас нам нужна бахрома. Так, этот слой я заблокирую. Вот. И начну рисовать петельки. Там в тесьме ее, когда делают, там получаются петли. Вот. А потом еще могут быть открытые краешки. Поэтому моя задача сейчас нарисовать всяких разных красивых петелек. Ну, естественно, они как бы вот так насквозь идут. При ткачестве тесьмы это все происходит. То есть, когда мы рисуем одежду, здесь важно еще все-таки понимание того, как технологически происходит. И иногда это помогает. Иногда нужно от этого отключаться. Ну, вот как в случае с созданием твида я от этого отключилась. И подумала, а какой будет векторный способ создания такого эффекта. То есть, я рисовала не то, как оно выполнено, а то, какой будет... Какая у меня будет возможность имитировать данный эффект при помощи вектора, чтобы это получилось красиво. Так что работа в Adobe Illustrator позволяет делать очень красивые вещи. Но вам нужно понимать, что иногда, как вот в случае с цепочкой, то, что мы рисовали, нужно абстрагироваться от того, как оно есть на самом деле, и создать иллюзию того, что оно именно так и сделано. Так, я сейчас делаю много петелек. Соответственно, здесь это, конечно, будет в большей степени иллюзия, но все равно... Теперь мне не нужен цвет заливки. Она нужна прозрачность. Я могу отрегулировать, если она требуется, чтобы она мне попадала ровно по границам моего прямоугольничка. Так, можно ей добавить всякой разной красоты, всякие утолщения, утонения. Можно сделать дубликат. Его сделать другим цветом и поплотнее. То есть мы сейчас рисуем, чтобы была бахрома. Так, давайте я это сгруппирую. Сделаю это сереньким цветом. Нет, вот таким сереньким. Не только цвет контура. Хорошо. Так, и вот сюда. Она достаточно плотная обычно, если вы посмотрите на эти тесьма. Достаточно плотная, поэтому вот мы ее сейчас еще дублируем. Зачем я ее верчу в зеркальное отражение? Чтобы она не смотрелась, как будто я ее постоянно копирую. Хотя я ее на самом деле копирую. Но чтобы было вот это вот ощущение того, что она уникальная. А здесь мне нужно, чтобы она была половинкой, потому что иначе будет ощущение, что она накладывается неравномерно. Будет не очень здорово. Так, вот смотрим теперь. Возможно, эти тоже покороче. И вот эти тоже покороче. Теперь мы их копируем. Ctrl-C. Ctrl-F. И вот сюда. Давайте светло-сереньким. Светло-сереньким. И на передний план. Да, вот они. Тесемочка будет торчать. Так, еще нужно какой-то живости добавить. Сейчас мы еще раз копируем. Ctrl-C. Ctrl-B. Это поверх. Сейчас я убежусь, что она сверху лежит. Да. Поверх. Немножечко делаем такую среднюю длину. И средний цвет задаем. Вот такая красота получилась. Видите, она пестренькая. Действительно похоже, как будто бы это реальная бахрома. Теперь эту берем штучку. И вот сюда вот так переворачиваем. Что я теперь сделаю? Я теперь посмотрю, как она стыкуется между собой. Возможно, придется ее стыковать не напрямую. Да, стыковаться она будет не очень хорошо. Это не здорово. Так, у нас там она на другом слое. Поэтому, чтобы она хорошо стыковалась, смотрите, что сейчас сделаем. Я выбираю цепочку, потому что мне нужна будет цепочка. А именно вот этот фрагмент, видите, который у меня здесь. А можно что сделать? Монтаж. Сейчас мы вот это скопируем. Ctrl-C, Ctrl-V. Вот у меня появилась цепочка. Так, у меня там вот этот прямоугольничек. Ctrl-C. Ctrl-V. Так, на передний план. И создать отравочную маску. Вот он мой рапорт, соответственно, от цепочки. Вот так у меня вот эта цепочка. А здесь, что меня смущает, очень яркие вот эти белые всполохи. Я их сейчас уберу, иначе у меня не будет видно цепочку. Это вот как раз хорошо выявляется. Мы сейчас эти моменты все поправим, чтобы их не было видно, чтобы они не сбивали ощущения от тесьмы. То есть уже в процессе работы непосредственно эти моменты смотрятся, чтобы оно все было мягко и правильно смотрелось. То есть чем более ровный цвет будет в основе, тем более ярко будет выделяться у меня цепочка, которая лежит сверху. Ну, понятное дело, что совсем прям одного цвета мы все делать не будем, но вот сейчас сделаем так. Размещаем цепочку. Мы можем ее подкорректировать. Вот так. Так, и теперь я буду из этого сдавать тесьму. Это у меня фрагмент или то, что я всегда называю рапортом. Это будет небольшая нестыковочка. Так, вот теперь смотрите, вот у меня будет вот такой прямоугольничек, и он должен у меня вот так заходить. Видите, торчат петельки за него, это вот то, что мы сейчас как раз и выравниваем. И вот так заходить, вот. Теперь убираем цвет контура. И на задний план. Сейчас мы это все сгруппировать. Разгруппировать, чтобы оно все на один слой стянулось. Вот, и теперь вот это на задний план. Ну что, барбанная дробь. Проверяем, что у нас получилось. И насколько оно хорошо получилось. Да-да-да-да-да-да-да-да. Все получилось, я уже вижу. Красота. Там такая красота. Своим глазам не поверите, смотрите. Оп. Та-дам. И теперь этой штукой можно нам отделывать край жакета Шанель. Класс. На такой момент мы можем его отмасштабировать, чтобы он на эскизе лежал лучше. Давайте сразу. С масштабированием углов и обводок. Я думаю, что можно еще даже поменьше, чтобы он изначально по кисти был маленький. И сейчас мы это туда все зальем. Очень люблю, когда рисуешь, 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 какие-то векторные объекты, они так сочетаются туда-сюда. Потом-то это все хлоп, и оно сработает. Потому что, yes! Это то, что я хотела получить. И самое классное, что это у нас... Та-дам! Тесьма, нам все элементы там собрались. Все здорово. Можно посмотреть, как бы, подходит ли нам по цвету вот эта штука. Сейчас мы ее... Я бы ее потемнее сделала. Сейчас я ее еще подкорректирую. Вот эти части. Я бы сделала потемнее. Хочется, чтобы их не было так светящихся. Вы, кстати, некоторая моя ошибка в том плане, что я не сгруппировала это все безобразие. И оно у меня там вольнодумно накинуто. Это не очень здорово. Но придется чуть больше времени потратить на то, чтобы... Вот. Вот так. Вот это лучший уже вариант. И сейчас следующим этапом уже будем рисовать эскиз. Уже будет красота. Жду с нетерпением. Так. Это будет классно смотреться. Так. И это, кстати, вот отличает опытных иллюстраторов от неопытных. Потому что, как правило, у опытных иллюстраторов, кто много эскизов уже рисует, у них лежат какие-то наработки. Ну, конечно, бывает, что у меня нет этой тесьмы, да, и я ее создаю. Ну, теперь-то она у меня есть. Теперь-то я ее сохраню. И когда мне нужна будет какая-то цепочка или еще что-то, естественно, я не буду заново рисовать. Я обращусь в свою библиотеку и просто ее подниму и скажу, что вот, да, моя авторская цепочка. Могу ее использовать, и мне надо. Так. Давайте посмотрим. А я немножечко поправила цвет. Как видите, по элементам там полазила, потому что мне не очень понравилось. Я бы хотела, чтобы она смотрелась чуть-чуть по-другому. Сейчас сравним. Имеет право быть и то, и другое. Но мне кажется так. Стало лучше. Да, да, да. Вот ощущение прям вот такая тесемочка, такая вот она с махровым краешком. И там все это замечательно. Класс. Сохраняю. И перехожу к следующему этапу. Рисунку Жакета. До скорых встреч. Появились вопросы, пишите. Буду рада на них ответить. С вами была Чайковская Екатерина. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.